Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас по новому кодексу избирательному немножко меняется система, потому что теперь у нас все-таки будут открытые списки, соответственно, люди будут голосовать не за одного человека, не за лидера, потому что когда ты задаешь вопрос, а кто там в первой десятке, ну там еще ладно, хотя бы человека два-три назовут, а кто в первой двадцатке, уже все плывут обычно. И тут уже за местных тоже будут голосовать. Смотрите, давайте разделим, если мы говорим про местные выборы. Нет, не местные выборы, в принципе, по открытым спискам это как? По открытым спискам это в первую очередь означает, что партия должна пройти определенным процентом, сейчас идет много дискуссий, но сейчас это 5%, которые должна набрать партия. Второе, напротив, ну в списке каждой партии идет конкретно люди, и тебе в избирательном бюллетене надо проставить номер, который ты считаешь, что человек должен занимать. То есть, грубо говоря, там есть вы, я и еще три человека, напротив вас ставят один, напротив меня два, и вот таким образом люди сами формируют список. То есть, ты можешь стоять первым номером, но если тебя никто не знает, тебя пустят на пятый, да, грубо говоря, ты не пройдешь. То есть, сейчас чуть-чуть легче в этом плане будет, если, ну, все-таки будут выборы проходить по тому году, который сейчас. Вот есть же такие люди, ну, например, по-моему, он вас поддерживал, допустим, Сергей Притула, да, он вас же. Притула с нами. Ну, почему бы ему не стать первым лицом партии? Он просто очень узнаваемый. Я смотрел рейтинги по киевским выборам и так далее. Ну, смотрите, как бы Сергей Притула никуда не уходил от нас, да, он всегда нас поддерживал, он всегда влиял на процессы. Это наш человек и, как бы, и, я скажу так, и ценностно, и поддержки. Ну, я же говорю, это же видно, да. А давайте дождемся местных выборов, посмотрим, кто у нас с нами будет идти, поверьте, там будет не одно яркое лицо.